Владивосток – центр культурного сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Хорошо у художников, языков и музыкантов понятны всем. А вам, Андрей, как собрались поэтов из Кореи, Японии, Китая? Не было такой попытки? Мысли такие были. С разговора о культурных площадках в Владивостоке началась неделя на Радио Лемма. На утреннюю беседу журналист Андрей Калачинский пригласил руководителя Музея современного искусства «Артэтаж» Александра Городнева и поэта и одного из организаторов проекта «Чтиво» Андрея Воронова. «Артэтаж» не так давно переехал в самый центр на Фокина, 25. В здании, которое много лет использовалось под нужды городской администрации, разместиться было нелегко. Галерея требует хорошего освещения, много воздуха и места для картин. И размещать музей просто в доме, где были квартиры, коридоры, это все очень непросто и затратно, и непросто. Ну, в принципе, все это решаемо. Я видел много вариантов на Западе и у нас, и за границей по Европам, значит, старинные большие дворцы, особняки, они вполне комфортабельно себя чувствуют. У нас далеко ходить не надо, вот напротив «Артэтажа», значит, генштаб был под музей современного искусства «Артэтаж», значит, переделан. Бывшая больница «ВТИ», так называемая, да? Нет, 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 я имею в виду в Петербурге. А, господи, да, арка главного штаба. Я в штаб, да, 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 арка главного штаба. Вот, очень даже классно выглядит, и, в принципе, у нас это все решаемо, мы, так сказать, вполне довольны, и люди, самое главное, довольны. Чтиво было создано еще в 2003 году, но лишь пять лет назад Андрей Вороной в паре с другим поэтом возобновили проект. У независимых поэтов снова появилась площадка, чтобы несколько раз в месяц декламировать свое творчество публике. Правда, в летний сезон собрать зрителей оказалось сложнее. Главное, относиться к таким мелким неурядицам с юмором. На текущих проектах гости останавливаться не планируют. В разговоре Андрей Вороной и Александр Городний даже представили, каким могло бы быть их совместное творчество. Почему бы нам во Владивостоке не организовать, это же под эгидой даже чтива городской администрации, извините за наглость, своего рода Владивостокская литературная поэтическая биеннале. Попытки такие предпринимались. Биеннале это раз в два раза в год. Нет, раз в два года. Да, раз в два года. И это мы можем потянуть и интеллектуально, и экономически. Эксперты признают, не было бы арт-этажа, если бы не было художников. Не было бы чтива, если бы не было поэтов. За каждым проектом стоят люди, которые двигают этот город в верном направлении. Я киваю, потому что я вспоминаю какие-то там слова в соцсетях, читаю, что там между какими-нибудь хабаровщанами и читинцами диалоги о том, что «А в Владивостоке-то классно, да. А давай-ка встретимся там». Да. Или потому что мы более южный город, или потому что мы, слава богу, портовый город. Потому что мы у моря, да. Мы у моря, то есть... Ну, а почему мы могли бы быть у моря быть скучным городом? Это тут не только море, тут не только география. Могли быть скучным, да. Люди такие. Но генерировать идеи – полдела. Важна их реализация. Чтобы Владивосток продолжал подтверждать свое далеко не последнее место на культурной карте страны, нужны ресурсы, как денежные, так и духовные. Ольга Продан, Василий Косилов, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.